Возьмешь белило, возьмешь синило, не голубой, а именно ультрамарин. Возьмешь розовый и буквально нашвыряешь вещества краски на холм. Буквально нашвыряешь даже густоты, даже вязко. То есть не только разжижаем. Хорошо? Вот так. Вот так. Прямо натапкиваешь, натапкиваешь, приблизительно подразумевая эти карты. С зеленым пока не лезет. Если там, где у нас темно, просто этих двое в меньшей степени берем. Хорошо? Вот так. В меньшей степени берем. Можно этот. Черный каркас картины сейчас накидаешь на полку. Те черноты, которые ты видишь, вот они. Вот они. Вот они. Добавляя на палитру этот цветчик, накидаешь, накидаешь, накидаешь. Накидаешь, накидаешь. Хорошей смелости не может появиться на пустом месте. Чтобы появилась смелость, нужно точно знать, что ты хочешь сделать в данном кусочке картины. Тогда ты со смелостью берешь сколько надо краски, смело кладешь ее. Смелость будет появляться по мере появления навыка. Просто есть вещи, которые можно делать только бегло. То есть, когда бессмысленно делать их не бегло. Вот тогда действительно нужна смелость, невзирая ни на что. Не на то, что умеешь, слабо умеешь. Надо бегло, иначе будет ерундень. Ну, точно. Ерундень. Я постоянно на него управляю. Ну, говорит, не аккуратненько. Хе-хе-хе-хе. Так, ну, тогда и эти пятнышки тоже. Ну, то есть, отлога. Да. Нет, сначала общу все темное пятно. Что одна лодка темное пятно, а что другая? Так, хорошо. Ну, и после этого можно еще и накидать вот этих светлотиков. Тоже, чтобы они уже создавали феномен некого рисунка. И дальше наращиваешь, наращиваешь уже элементы. Элементики наращиваешь. Кричневого, желтого. То в пользу коричневого, то в пользу белого, то в пользу желтого. Правильно наметила храмик. Ну, сейчас его немножечко отсечешь, дашь ему нужного размера. Давай. Ну, и наращивай, наращивай. Голубой, коричневый. Уже голубой. Голубой он более мощный тонально. Поэтому. Смотри. Вот это вот вся розовый сегмент. Розовый. Правда? Чего-то он у тебя не розовый. Вот так прямо весь сегмент. Розовый. Давай так. Меня просто смущает, что теперь постоянно все краски перемешиваются. Ну. И у него они все перемешаны. Ну. Или ты видишь, где-то чистый цвет? Ну. Кроме водки. Ну. Ну, хоть один. Кроме водки я ни одной не вижу. Я имею в виду синем они там все намешиваются. Да. И в этом и есть живописность этой картиночки. Вот эти щели. Щели. Вот этот угол. Смотри, плоскость шла-шла-шла и свалилась. Свалилась плоскость. Правда? Угу. Еще светлее есть места. Тоже шла-шла. Свалилась. Очень похожая ситуация и здесь. Здесь надо показать идею торчачива. Все-таки там камушки торчат. Чуть светлее, чуть темнее, но торчат. Ладно? Угу. Так. И да, и не совсем. Выдавишь себе голубую ФЦ. Она потемнее будет. Голубая ФЦ. Коричневая. Смотри. Вот эту меру черноты доберешь. Ладно? Угу. То в пользу голубого, то в пользу коричневого. Сюда выдвинешься. И уже так более растирательно. Вот это то, что вообще до моего сознания слабо доходит. Мастихиного так шуткать. Почему? Смотри. Он элементарный. Ну, если бы ты не справлялся. У тебя же эти движения все есть. Уже есть. Поэтому проблем не должно возникнуть. Так. Должно состоять из звуков лодочного характера. Что бы это было водой. Значит, водой она становится, когда становится лодочной. Ну, то есть. Угу. Причем аж бегом становится водой. Ты согласна? Да. Я просто с камнями болюсь. Камень в отрыве от воды будет проблематично написать. То есть нужно писать и то, и и другое. Нет. Это. Алло. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Потом перейдешь на кисть и кистью доупакуешь рисунок Идея лодочки, да? Добавил субтитры DimaTorzok Подпустишь с розовиночкой Частично розовиночкой позаслоняешь А вокруг розовиночки с легкой желтиночкой Будут такие нимбообразные светики Сейчас, сейчас Вот такие нимбообразные И снова потом берешь Есть там прямой свет вокруг Нечто подобное По укладке В этих местах И в этих местах Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok За храмом, то есть здесь эта площадка, смотри, выстраивается в нечто довольно ровное. Здесь ровное, а здесь по вот такой траектории, покажем. Сюда заходит тенистое, тенистое, покажем. Черноты не хватает вот этими местами. Да, наращивай. Просто краска с нее скатывается из-за того, что с лодки со второй. Ну, смотри, там есть, например, очень темное пятно. Ну, во-первых, здесь, во-вторых, здесь, в-третьих, здесь. Перечислить это. Не только частота работы дает это, но и интеллектуальная подготовка. Вот у меня есть те, кто видит эти уроки каждый день. И вроде пишет редко, но каждая следующая картина рост процентов на 20. Ну, просто редко. Часто человек рисует много, часто, каждый день и уходит в сторону от умного делания. То есть часто это никак? Если ты ушел в сторону от умного дела, ну, это все равно, что проявление воли, да? Вот воля, как бы, вещь хорошая. Но эта же воля дает человеку воткнуться ногом во что-нибудь неполезное и добиться результата. Да. Сколько времени уйдет. Или другой человек, у которого нет воли, он ищет хитрые способы добыть желаемое. То есть у того и у другого, как бы, цель – деньги, да? Один к деньгам идет волей, упорством, трудом, бесконечным физическим. В общем, каторжной работой. А другой изобретает. Легко. Печатает машинку для печатания. Машинку, да. Это я говорю о том, что просто рисование может уводить от результата. Только умное делание приносит пользу. Ну, так же, как по принципу заставить дурака Богу молиться, он и лоб пробьет. Вроде штука полезная, а лоб пробил. А что значит умное в данном случае? То есть какой-то настрой должен на что-то, на какую-то работу быть, да? Нужно сформулировать задачу и выполнять именно задачу. А не просто, как Чукча, что вижу, то и пою. Или писать именно так, как Чукча, что вижу, то и пою. Отказаться, нарочито отказаться от законных способов изображения. Я знала, что это без перспективы. Что-то не стало, Лисинку? Лисинку не стало. Что-то я вот сомнилась. Смотри, теперь ракурс одной лодки и ракурс другой подразумевают лежачую плоскость. У нас же до этого лодка находилась в бурящем потоке, как щепка, которую метает. Мало того, по себе вот знаю, такой вот опыт у меня был. Первые, вот скажем, если мы взять сегодняшний уровень изобразительного мастерства, ну и взять его за цифру, допустим, 100, то первые 20 единиц от 100 я прошел месяца за 3. Следующие 10, я лет 10 наращивал. То есть это вот такими рывками было. Это не было так, что из меру в меру восходил. Месяц прошел, вырос. Да, но было очень много именно заблудительных, заблуждений в живописи, где я приобретал неполезный навык. Понятно, да, что можно научиться, допустим, траву писать как-нибудь безобразно, как прилично прапорщику, допустим. Это же тоже будет навык, но это будет вредный навык. Я думаю, что это, наверное, зависит еще от учителя. А если нет учителя? Вот ты уже все, отучилась. Дальше что? Смотрю мастер-класс. Правильно, то есть надо уметь поставить умную задачу, выбрать умного учителя. Да. Да. С той стороны тогда еще вода не бьется? Да, вот тоже дополнишь вот таким. Сюда можешь сининочек еще накидать, так чтобы вот это вот, вот такой густятель. Угу. Потому что она вся лепкой сделана. Угу. Налепить вещества. Ну? 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 Ну?